Японский иероглиф В ДБМ я работал наемным сотрудником, работал в продажах, занимался продажей электротехнического оборудования. Зарабатывал 80 тысяч рублей и у меня долгов было 600-800 тысяч долгов. В определенный момент я понял, что так дальше жить нельзя, тем более у меня семья, у меня двое детей. Я начал вообще искать варианты решения. Я давно хотел собственный бизнес и в принципе видел себя в нем. И тут моя жена тоже начала увлекаться всякими видео в интернете и случайным образом наткнулась на видео Пети Осипова и показала мне. Я настолько вдохновился, что у меня просто даже вопроса не было, пойти или не пойти. Прямо на следующий день я решил оплатить. И причем оплатил я тоже опять же в кредит. Если бы я на эти деньги купил себе там например какой-нибудь айфон, то не было бы ни малейшего шанса, что он мне вернул бы эти деньги. Но если я иду на тренинг, особенно такой крутой по манимейкингу как бизнес молодость, то есть огромное количество шансов, что эти деньги мне вернутся. Что и собственно говоря и подтвердилось в итоге. Значит проходил я программ только коучинг, да, я прошел. Было сложно, могу сразу сказать, было очень сложно, потому что я не привык к такому взрыву мозга. Для меня было просто нереальным чем-то таким, что сайт возможно сделать там за неделю. И не один, а пять. У меня в голове это не укладывалось. Более того, у меня вообще не укладывалось в голове, что можно зарабатывать больше там 200 тысяч рублей. Сейчас, когда я получаю вот сейчас, ну где-то в среднем там 500-600 тысяч рублей в месяц, я в мастер-группе себя чувствую лохом. Просто каким-то... Я пришел с такими нишами, как экологически чистые продукты, айфоны, фотоаппараты хотел продавать, диджейское оборудование сдавать в прокат, что-то еще было. В общем-то все те ниши, которые вообще... в которых у меня ни разрешения нет высокого, ни любви в этих нишах, ничего нет. И вот это как раз самая типичная проблема многих людей, которые приходят в БМ. И только вот спустя какое-то время мне сказали, слушай, ты вот работаешь уже в этой нише 3 года. И ты хочешь спустить вот свой опыт в 3 года просто так вот в унитаз там или не знаю куда-то. И тогда меня реально осенило, что моя-то ниша любимая, она лежит вот здесь вот перед носом. Она нас... я ее просто не вижу. И большинство людей, они точно так же. Есть ниша, которая лежит перед носом, но они ее элементарно не видят. Я подписал декларацию на 500 тысяч рублей. Это было... то есть в момент, когда я ее подписывал, было очень... ну, вроде как весело, но в то же время страшно. Но когда я проснулся на следующий день, стало очень страшно. Зато когда я ее подписал, я начал видеть те возможности, которых я не видел, будучи работником той компании. Понял, что я могу свести элементарно покупателя с поставщиком. Вот вокруг меня просто появились как-то вот сами по себе материализовались эти возможности. Оно получается, потому что я, наверное, глаза, судя по всему, открыл. Я постоянно находился вообще в принципе в поиске партнера. Но найти партнера с хорошим масштабом мышления очень сложно. Каким-то тоже, опять же, таким образом, ну, я постоянно находился в поиске партнера. И случайным образом меня моя сестра познакомила с моими текущими партнерами. Очень крутые ребята у них, свой собственный бизнес тоже достаточно крупный. Занимаются они лифтами. И мы решили с ними объединить усилия и создали, ну, компанию. На текущий момент у меня компания, ну, не очень много людей работает. Порядка... не порядка, а 7 человек. Мы постоянно находимся в поиске новых крутых продавцов. Моя компетенция – это продажи. Я люблю продавать, люблю договариваться, люблю вести переговоры. Поэтому у меня бизнес, он выстроен таким образом, что вот есть покупатели, да, мои заказчики. Есть я, как продавец, и есть подрядчики. Я только функцию продаж выполняю. Производство мне обеспечивают другие люди. В дальнейшем у нас есть планы по налаживанию собственного производства электротехнических шкафов под станцией. Рынок огромный, потенциал огромный, поэтому нам есть куда расти. У меня есть такая идея, даже не идея, это цель, которую я точно достигну. Полностью избавиться от детских домов, то есть сделать детские дома успеха. Я хочу начать там с одного детского дома и потом распространиться на все. Я хочу сделать так, чтобы в детских домах люди были не жалкими, как вот кажется сейчас, да, то есть они вынуждены там пожертвования какие-то просить, а были самыми крутыми вообще. Строить для них там самые крутые обучения, самых крутых тренеров, чтобы это были там суперкрутые бизнесмены в итоге, которые могли бы себя обеспечить, могли бы обеспечить всех остальных. Такая глобальная цель жизни. Чтобы создавать бизнес, бизнес это такая сложная штука с точки зрения того, что надо ответственность брать на себя. И нужно совершать очень много ошибок, и эти ошибки, они в дальнейшем окупаются. И если не взять в союзники вот этот самый близкий круг, то ничего не выйдет. Первое, что я сделал, это вообще жену взял в союзники. То есть если бы я этого не сделал, вряд ли бы у меня что-то получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!